Игровой канал Ивана Фолиота представляет Всем большой привет, ребятки! Фолиот у микрофона, Геральт на ваших экранах. Ведьмак 3, Каменные Сердца, 11 серия. Добро пожаловать! Мы с вами продолжаем играть. Находимся в таком интересном месте, с такой дымкой. Очень все прям аутентичный. Какая-то здесь болотистая местность, прям на веренце махивающая. И Геральт в своем красивом плаще стоит. Ну, вернее, мы не стоим. Мы продолжаем с вами двигаться дальше. И сегодня нас ожидает уже сюжетный квестец. Деревня Эрда. Это, по-моему, та деревня, где людоеды были, нет? А, да, я хотел специально заглянуть сюда, посмотреть, что здесь будет. После того, когда мы квест дали, как поступит из ушек с этими двумя стариками, которые людоедами сожрали его друга. Если помните, да? Мы сами, в принципе, уже закончили выполнять все второстепенные задачи. Нам остается теперь только насладиться сюжетками. Здесь Гуля и Альбер. Ой-ой-ой, они еще в этих саамах, в шипах, больно, кстати, кусаются. Шипастые, когда у них наружу вылазят, вернее, не шипастые, когда Саня в шипе вылазит, они ранят больно. Делается, убираются эти шипы, в принципе, аксием, но мне что-то так лень было. И, в принципе, зря поленился, потому что прям половина добрая. Ржавый ключ, да, смотрите, что они тут с ними, короче, просто в мясо их иззывается. И Гули уже пируют на их трупах. Дом тут давеча был закрыт. Ну вот, видите, может быть, кому-то мне писали в комментариях, что там было можно лучшим вариантом закончить крест. Но вот я таким вот решил показать, что будет, если... Ничего, правда, в доме такого кошерного здесь нету. Даже сундук этот не лутабелен. Ну и хрен бы с ним. Зато, вот, убедились. И... А дом травника под Аксенфуртом, это не тот случайный травник, который... Вот как раз таки, который вот убил этих вот чертей двух старческих. Как его... Забыл я, зовут-то. Ну, низушек тот. Блин, вот эта дверь почему-то закрыта. Это прикольно. Сейчас посмотрим. Ну, по-моему, это он же и есть. Жалко, только, наверное, нельзя будет сейчас у него спросить, зачем вы так... Ой-ой-ой-ой, прям просто их здесь. Бедолага. А ей не хрен заниматься всякой, потому что... Человека еленим. О, красный мутаген. Хорошо. Ну, хоть полезное что-то. С этого мы с вами залутели. Залутали. Больше здесь ничего нет. Мы уже с вами все осматривали. Да, друзья мои, в общем, в этой серии мы отправимся собирать команду. Ну, я сейчас немножко забегу вперед. Нам незнакомец, встречавшийся при выходе из аукционного дома Барсоди, рекомендовал отправиться к тому самому травнику. Вот мы сейчас это и сделаем. Хижина травника. Или это не он? Или это он? Или это не он? Не помню. Да, это он. Только уже тату его, эти, рыцари. Пылающие розочки. Уже терроризируют. Почему-то. Так, где у меня против... Я от повешенного-то, господи боже мой. Вот он он. О, сейчас посмотрим, как афирская сабля у нас работает. Здравствуйте, господа. Два щитовика и кувалдщик. Я не знаю, как его назвать. Но он не самый меткий кувалдщик. Кувалдист. Кувалдятел. Хорошо. Вот вам танцевальные вечеринки немножечко мы добавим. Вот как раз кувалдисту не досталось. Но его можно будет сейчас... Ой, это же афирская сабля наша так хорошо режет. Хорошо его по загривку. Так, ну-ка, ну-ка. Ох, как красиво-то я их. Хо-хо-хо. Намана. Ну, давайте поболтаем с этим нашим. Нашим товарищем. Который нам сказал с глаз долой. Это неплохо получилось. Это все? Я тебе вообще-то жизнь спасу. Мы бы быстро разделались с этой толпой. Мы? Ну что, ты да я. Это разве не мы? Ты же меня понял. Вообще, ты торговать пришел или как? Позволь, я взгляну. Так, а что-то им, наверное, можно распродать. Там что-то барахла всякого накопилось. Но нет. Ну да, это тот же самый низушек. О, всякие вот эти бумажки можно ему ненужные слить. Пока есть возможность. Ну и все, пожалуй. Нет ли вытяжки из кровавника? Есть. В кладовке она. Прошу за мной. Конспирация прям полным ходом. Ну давайте спустимся. Посмотрим, что там. В прошлый раз он в полу торчал, когда мы первый раз, вернее, к нему заходили. Ну да ладно. В подвале в этом я еще не был. Или был. Да не, вряд ли я тут был. О, вот это уже нас ждет. Ты пришел, славно. Не спеши радоваться. Ты хотел что-то мне сказать? Слушаю. Итак, нам по пути, ведьмак. Нам обоим нужно кое-что из сокровищницы Хорста. Я предлагаю объединить силы. Извиняюсь, а в чем твоя сила? У меня есть план. Я работал над ним на бумаге целый год. Пора притворить его в жизнь. Ты со мной? Я даже не знаю, как тебя зовут. А зачем тебе? Затем, что ты явно что-то скрываешь. Не только от меня. Иначе не сидел бы в этой яме у черта на рогах. У каждого на совести что-то да есть. Но я ведь не замуж тебя замуж, ведьмак. А на ограбление. Ворвемся, возьмем кому что надо. И разойдемся, каждый в свою сторону. Обманешь меня, и уже никуда не пойдешь. Потому что я просто оттяпаю тебе башку. Ты это понял, дурачина? Я знаю, чем рискую. И раз уж ты начал мне угрожать, ты в деле или нет? Сперва скажи, что такое этот дом Максимилиана Барсони? Он там, в сокровищнице. Ты не ответил. Как и ты. Ты поможешь мне устроить налет или нет? Зачем ты идешь в сокровищницу? Взять то, что у меня украли. Может тебе стоит заявить властям о краже, а не устраивать налет? Я пробовал. И не раз. Вот как. Обиженные системы и всем миром. Что у тебя украли? Слишком долго перечислять. Так ты участвуешь или нет? Я не вор. Вором становится по воле случая, ведьмак. Знаю по собственному опыту. Излагай. Аукционный дом круглосуточно охраняет 20 риданских солдат. Вокруг него ходит патруль, а вот здесь... Казарма. Силой не войти. Надо по-тихому. Да, только на окнах решетки из двимирита. А входные двери бронированы. Но... У каждой крепости... Есть слабое место. И у этой тоже. А мое слабое место терпение. Так что изволь продолжать без драматических пауз. На чердак аукционного дома можно попасть и стоящие рядом башни. С улицы нам в нее незамеченными не войти. Однако на высоте 60 стоп есть окно. Без решеток. Без стаи. Надо туда взобраться и потихоньку пройти в аукционный дом. Затем по лестнице вниз, в подвал. Так или иначе откроем сокровищницу. И... вуаля. В этой башне стены гладкие, как стекло. Не знаю, как ты, а я точно не смогу понять. Об этом я тебя и не прошу. Да, слушай. Нам нужны еще двое. Тот, кто проберется в башню и спустит нам веревку. И тот, кто откроет нам сокровищницу. В медвежатник или подрывник. У меня уже есть кое-кто на примете. Я бы хотел, чтобы ты выбрал лучших из них и завербовал. Сам я предпочел бы не светиться в окрестностях. Ага. Я по капюшону сразу догадался. Что-нибудь еще? Да, но это уже детали. Ты узнаешь, как только согласишься участвовать. Выбор у меня не богат. Ладно, я в деле. Но при одном условии. Никто не должен погибнуть. Ясно? Как миль в Гаардское солнце. Что скажешь насчет рюмочки за плодотворное сотрудничество? Скажу, что лучше бы нам взяться за дело. Итак, собери команду, а потом надо будет прорядить риданские патрули. Многовато их здесь крутится. Нас могут заметить. Что значит прорядить патрули? Я же сказал, не стану убивать невинных. Успокойся. Мне их смерть не нужна. Только временная недееспособность. Выясни. Гарнизонный повар может подсыпать отважным воинам в еду что-нибудь, что уложит их в постель. Скажем, каждого второго. Нам ведь не нужно возбуждать подозрения. Я знаю рецепт подходящего эликсира. Вот видишь, свари это зелье, сходи в город, разведай, где искать повара. А потом убеди его сотрудничать. Чарами, деньгами. Или кулаками. Итак, кто откроет нам сокровищницу? Что ж, один из них краснолёт. Начнём с него. Это Казимир Басси из Махакава. Спец по направленным взрывам. Говорят, что с щепоткой селитры он поднял бы на воздух весь Новиград. Так что наше дело для него пустя. Проблема в том, что Казимир, можно сказать, в отставке. Женился, наплодил детей и осел в деревушке Альбис. Может быть, он и не принят твоего движения. Есть варианты? Квинтон. Лучший медвежатник Севера. Объявлен в розыск в Каэдвене, Лире, Ангрене и Ковене. Последнее, что я слышал, его поймал некий Ганс из Сидариса. Кандатьяр. Я его знаю. Убил для него Архигрифона. Тварь ещё та. Ганс или Грифон? Ха, оба. То есть одного надо вырвать из семейного гнезда, а другого из клетки. Посмотрим. Расскажи мне о взломщиках. Я так понимаю, они не должны бояться высоты? Потому моя кандидатура – Эвелина Галло. Циркачка. Её ещё называют Ласточкой. Она гимнастка и коннотоколец. Её трупа выступает сейчас где-то под Оксимфортом. Очаровательно. А взлом? Официально, конечно, нет. Маршрут её трупа идеально совпадает с местами самых громких краж последних. Совпадения? Я не думаю. Если она не подойдёт, есть ещё Гуга Хоу, известный как Мокт. Из уши. Серьёзно? Эта щекастая мордашка как-то не вяжется с криминалом. Ты не поверишь. У Гуга на счету краж больше, чем у тебя чудовище. К примеру, он украл золотого петушка с крыши новиградской радужи. Так что лазать по стенам он тоже убрал. Насколько я знаю, он лёг на дно где-то в Оксимфорте, в доме около Новиградских ворот. Учти, говорят, этот парень очень опасен. Ладно, пора заняться делом. Мне тоже. Встретимся здесь, когда ты совсем управишься. И что тогда? И тогда мы наконец-то доберёмся до Хорстовой задницы. Да, классная интродукция такая всех наших. Как их там называть-то? Статья о персонажах, Казимир Гаси. О наших подельничках, да, друзья мои. Прям такие вот, прям интересно смотреть. За такие вот плюшечки я рядом, конечно, снимаю шляпу. Ибо... Ну согласитесь, кайфовие наблюдать, когда просто там сказали, типа, надо найти этого, 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 иди ищи. О, новолуния доспеха, это если вдруг у вас ещё не собран реликвия. Чтобы быть аутентичным, собственно, этому самому ограблению. Быть аутентичным. Так, очищающая микстура. Ой, да, она тут вообще у меня всего навалом. Не надо ничего даже докупать. Так, это вот, кстати, тому, кто хотел посмотреть мой билд. Я отвечаю. Мне надо вкачать обман. У меня очков полным-полно ещё. А что, даже два лишних останется. И что-нибудь заменить. Я, правда, улучшать этот обман не буду, но его надо. В принципе, он только для общения потребуется. Аксий, так называемый наш. Ну, плюс ещё поможет, скорее всего, драться с... Зачаровывать каких-нибудь врагов. Если доведётся сражаться. Ну, окей, отлично. Классный этот тоже персонаж. Мне нравится. Так, давайте сейчас почитаем. Может быть, какие-то есть уже заметки. Гугахоф. Геральт нужен был кто-нибудь, кто мог забраться вверх по гладке, как стекло башни, и проникнуть в акционный дом Барсоли. В списке уникумов, способных на это, назначилось имя Гугахофа по позвищу Молотый. Это низушек, за плечами которого бесчётное множество взломов и ограблений. Геральту сказали, что его можно поискать в Аксинфурте, городе студентов и преступников. Казимир Баси по странному стечению обстоятельств Геральта оказался замешанным в ограблении акционного дома Барсоли в Аксинфурте. Как это случилось, совершенно замечательная история. Но никак не в другой раз. Давайте перечислить только факты. Видимаку поручено набрать команду специалистов по воровству и взлому. Один из кандидатов некий Казимир Баси, специалист по взрывным работам, набивший руку в шахтах Махакама. Квинто, каких только заданий не выполнял в своей жизни Геральт. Многие из них не сводились к его базовому ремеслу – охоте на чудовище. Однако найм, преступной группой для взлома сокращенности в Аксиндом Барсоди, это что-то новенькое даже для него. Среди туманных личностей, рекомендованных ведьмаку в качестве кандидатов, был Квинто, самый знаменитый медвежатник к северу от Яруги. Хорошо. Незнакомец. Загадочники планировали проработать даже грабить аукционный дом. Он заявил, что перед нежеланием Ольгерда дом Максимилиана находится в сокровищнице. И хотя, видимо, как обычно отказывается участвовать в преступлении, в этом случае он пришел к выводу, что у него не было иного выбора. К выводу пришел. Кроме как согласиться помогать этому пронарливому господину. Я что-то не помню, чтобы я прям первую заметку про него читал. Евелина Галло. Тому-то хочет собака и сокровищницу, потребуется взломать бронированные двери и найти способ вынести горы сокровища. Однако с самого начала нужно все-таки попасть внутрь. Для этого Геральд надеялся использовать помощь Евелина Галло, известная по всему северу циркачки, которая не гнушалась использовать свои таланты и в менее законных целях. Я понял. Ну окей, пойдем, будем искать, смотреть. Наверняка с каждым из этих товарищей, с которым мы повстречаемся, необходимо будет какое-нибудь подзадание выполнять. Надеваем свой черный плащ. Кто у нас первый? Альнес, это вот, короче, Казимир. Лагерь наемников тут рядышком, что ли, получается? Ну, кстати, друзья мои, спешу вас кого-то обрадовать, а кого-то не очень. Я буду проходить квест «Зам, откройся» двумя способами, потому что здесь все опционально. Но пока мы сейчас собираем товарищей, вот, я хочу быстренько максимально пройтись по каждому из них, но не по всем, потому что, так, вот он Квинта. Давайте, ладно, поболтаем. И Квинта. Именно так. Очень приятно, с кем имею честь. Эй, эй, здесь ничего приятного не будет. Прочь от клетки, ведьмак. Сперва угрозами тянешь из меня деньги, а теперь с моим узником что-то замышляешь? Не выйдет. Чем он перед вами провинился? Перед нами? Хм, ничем. А вот пара банкиров назначила неплохую награду за его голову. И господин Ганс из Цидариса, человек предприимчивый, решил поймать меня и обратиться за наградой. А тебе, кто встревать позволил, заткни пасть! Квинта мне нужен, живой. А мне нужны деньги. Много. Но мне-то все равно, кто за него заплатит. Банкиры или ты? Как я и говорил, человек предприимчивый. А я говорил, закрой пасть. Не перебивай. О чем это я? Ах, да. Как заплатишь, я его выпущу. Для тебя у меня особая цена. В память о нашей прошлой сделке. Выкуп? Как скучно это звучит. А может сыграем в карты на свободу Квинта? Хм, почему бы и нет. Только если проиграешь, я удвою цену. Идет? Да мне-то что, согласен. Желаю удачи. Ну что ж, опять я забыл жабу сюда запендюрить. И эту самую, и новую Требушетницу в виде Гюнтера Адима. Ладно, неплохой вроде расклад у меня, не будем ничего менять. Ганс из Цидариса, да, тот самый, мы Грифона, по-моему, или Архи Грифона. Ну, кого-то из них там убивали, и он там еще что-то сжульничать пытался. И Герлит его вроде как бы вывел на чистую воду, но теперь он нам это вот, зараза, припоминает. Окей. Ну, видите, здесь очень много опций на то, чтобы его развести. Можно, конечно, было бы и заплатить, но деньг я не хочу давать с принципа. А вот, не знаю, там убеждением роли сработать, так он сразу ливнем пользуется. Поэтому мы пока не будем. Мы сейчас козырями отходим, чтобы он нам точно уже их картами, этими самыми погодными не испортил. А вот мы сможем, если что, подморозить сейчас всю его вот эту братью, которую он призывает, напрасно полагая, что у него их хватит на меня. О, мы сейчас ему еще и Талера подкинем, чтобы у него не при... Это, правда, все, одно очко. Но за то, чтобы не сильно увеличивалось-то. Или не будем, потом, но можно принципиально потом сберечь на второй раунд. Не самый сильный, конечно, он противник. Так, да, и кого-то не убить собрался, но никого. Пикторы у меня нету. Но это значит, что ему уже особо-то и ходить, наверное, нечем. Хотя, они иногда хитрят. Вот, чучело у него, видите? Я уж испугался у моего козырона. Вот не зря я, кстати, не отходил Талером. Сейчас можно им отходить. Бац, и чучело. Нафиг оно мне, правда, нужно, я не знаю. А, я уже никого не смогу. Ладно. Сейчас мы еще одну карту получим. В принципе, сейчас три бушетами его и закидаем. А вот у него, если есть лечилки, у него Скайтаэри, да, у него, если есть лечилки, то еще, может, она с шпионами, конечно, избита. Ну, хотя бы, как минимум, одной Талеровской карты. Она уже к нему в биту упала. Ну, на этом у него есть перехватчик, если что. Воспользуюсь пугалом. Ну, что-то его лечилки не стремится оставать. Обычно они сразу их используют. Побыстрее карт нахватать. Ну, некоторые бывают, правда, и напоследок. Вот у него лечилка пошла, короче. Она, правда, им ничего не дает. И вот он, Талер, поехал. Ну, да. Как я и ожидал, в принципе. Учего удивительного. Бац. И сейчас мы обратно к нему уже зайдем. Сайс энд Тесис. Саския. Что-то так вот не помню. Рассказывалось нам здесь про нее. Что-нибудь я имею в виду в оригинальном, в третьем Ведьмаке. На дополнение. Что там с ней сталось-то? Неплохо. Три бушетницами улучшились. Еще одна у него лечилка. Ну, там, по-моему, уже нету у него, да. Никаких шпионов. А вот мы сейчас можем все три карты Гюнтера-1 и достаточно. По-моему, там единственные остались в бите, да. А, он все сдается. Лох. Из Цитариса, а не Ганс. Ну, хорошо. Квинт-то сломит. Я тоже, Бас. Подсчитаем очки. Я выиграл. Что же ты, Ганс? Разве можно с такими картами играть в Тритогорский маневр? Ну ладно, пиздуйте отсюда оба, пока я не... Что? Как ты? Рыбьей костью. Еще вчера. Я все ждал удобного случая, чтобы вас покинуть. Но тут появился Ведьмак. Пусть это будет моей рекомендацией. Ну, а теперь скажи, зачем ты меня искал? Не сейчас. Пока что. Мне нужно еще кое с кем встретиться. Понимаю. Если что, найдешь меня ночью у ворот университета. Будь здоров. Если бы мы сейчас сказали, что хотим его нанять, то этого самого товарища Казимира мы уже не смогли бы привлечь. Потому что все, один у нас взломщик как бы есть. Они взаимозаменяемы. Поэтому в следующей серии, в первом моем варианте прохождения ограбления, я вам покажу это все дело с Казимиром. Почему мы его все время Малевичем хочется назвать? Неудивительно имя Казимир, потому что... Так что, ребятки, да. А у него что-то здесь какая-то... У него семейная драма, оказывается, да? Тут тоже несколько будет вариантов развития событий в диалоге с ним, поэтому надо поаккуратнее. Давайте послушаем. Мастер Казимир, уберите вы этот факел во имя богов. Сука такая! Указывать мне вздумал! Что? Что тут происходит? А вы не видите? Мастер Казимир на крышу влез и говорит, что себя взорвёт. Я ей стерви жемчуга покупал! Шелка и бархат! А мне, блядь, за это что? Рога? Семейные не врядицы. А то ж! А ведь такая ладная была эта его Ефимия. Ой, ну как картинка! И пятеро ребятишек у них было. Хоть и низенькие, зато как воспитанные. Всегда поклонятся, а здоровье спросят. Не то, что старостихины ребята. А только на медне-то Ефимия от поля до пожитки свои в повозку погрузила. И только её и видели. С той самой поры у мастера Казимира совсем всё в башке помутилось. Вы меня ещё попомните! Я такой грохот устрою! Как ебанёт, так в Новиграде будет огни видать! А, попробую с ним поговорить. А ежели он разозлится? Хотела кровать с балдахином? Получай! Хотела серебряный сервиз? Получай! Так чего ж тебе, сука, ты такая не хватала? Сильнее он уж, наверное, не сможет. Милитэля, великая мать, убереги нас от беды. Ты кто такой? Тоже, небось, пришёл мою Ефимию трахать? Опоздал ты, уехала она. Нет, я... Почтальон тоже говорил, что нет. Отпирался да клялся всеми богами. А я-то, дурак, поверил. Три года они у меня под носом трахались. А теперь вообще свалили. Правду говорил мой дедушка. Весь мир охочет до краснолюдских женщин. Может, положишь фатил в сторонку? Да поговорим с тобой спокойно. Спокойно? Баба меня бросила, детей забрала, а я должен успокоиться. В деревню она хотела. Свежего воздуха, так мы переехали. Всё для неё. Только она вместо свежего воздуха почти мистерский хер употребляла в моей сука-постели. Знаешь что, лучше тебе и правда взорваться. Ты чего это? Мне ясно, ты всё просрал. А если сам знаешь, что ты слабак и не можешь это пережить, то что делать? Что? Я, Хазимир Басси, махакамский штеггер, слабак? Ага, кишка у тебя тонкая. Иначе бы ты там не сидел. Это у меня? У меня кишка? Ну погоди ты, скотина, собака, паскуда, я тебе покажу. Это один из вариантов развития событий, да. С ним можно сразиться. Только очень аккуратно. Ну угарный, конечно, гном. Хер по чмейсерски, говорит он, вместо свежего воздуха употребляю. Ха-ха-ха. Я прям тут орну. Ну и пересчитал же ты мне, Костя, ой. Прости. Я хотел поговорить культурно, но ты мне не оставил выбора. Нет, не извиняйся. Вот это мне и было надо, чтоб кто-нибудь у меня из башки дурь выбил. Ой. Так. Так чего тебе надо-то? Чтобы ты открыл одну дверь. Так, чтобы она больше не закрылась. А, понимаю. А что по другую сторону двери? Награда. Там всем хватит. И еще останется. Пришел бы ты неделю назад, я б тебя послал. А теперь мне терять нечего. Ну, что нужно делать? Иди к травнику под Эксенфурдом. Попроси у него вытяжку из кровавника. Тогда и узнаешь. Ясно? Яснее, солнышко над Махакамом. Бывай. Так, ну первый готов. Это хорошо. В общем, вот такой забавный гном. Но, на самом деле, с ним очень нужно аккуратно, ибо он очень, скажем так, взрывоопасен. Это и так понятно. Очень легок на то, чтобы действительно, либо взорваться. Диалог все надо, короче, правильно строить. У меня кошечка пришла сразу ко мне на коленочке посидеть. Да. Как только папа садится, позаписывать, ей надо обменять, потереться, пошуметь, полазить, погрызть и когти поточить. Ну ладно. Так, ну теперь Хьюго, или как его Гуго? Почему Гуго Хофф? Да. Это один из акробатов, который засел на одного ксенфурте. Так, вроде бы, как бы здесь не очень-то далеко. Бежать, я надеюсь. Да, вроде, рядышком дома. Ну, хорошо. Эй, есть тут кто? Ну, поскольку он низушек, с ним справится на любой взрослый дядька, я имею в виду, человекообразный, который больше, чем низушек. Ну, по следам. Пора двигаться опять, в очередной раз. Детектив Геральт. Детектив Геральт. О, тут еще новости про... Ублюдка ходит. Я-то его, по-моему, убил. Не смог. Простись. Здравствуйте, молодые люди. Слушайте, классная махакамская сабель, какой-то махакамская. Афирская, конечно. Ну, вот броня новолуния, что-то нихрена меня не защищает. Ну, не медвежья, конечно. Хорошо, Квен. Блин, еще и Квент у меня теперь не работает в ту силу, которую он работал. Зато, смотрите, она подпаливает. В которую работал он с медвежьей броней. Нахрен, обоих просто завалил. Так, там какое-то письмо хмятое. Химки. Собирай, ребята, у нас есть халкурка. Пора кулу-гофу отправиться в узборочную прогулку по понтуру. По тюжению принеси его ухо. Фальк. Похоже, Эвальд, по скриптам похоже, Эвальд тоже задереживался. Хоффом, будь осторожен. Понятно. Где-то здесь недалеко. Я надеюсь, что мне придется вот так в плащнине, а то в плащнине удобно. Мы же отыгрываем с вами. Так, что-то там такое болтается. Контрабанда, что ли? Ой-ой-ой. А вот и он. Уже давным-давно тут рыбебешек кормит. ничего с ним не поделать. ладно. Оставим бедолагу. Ничем мы ему уже точно не поможем. Придется нанимать Эвелину. О, 38 уровень. Отлично. Сможем уже таскать аферскую броню, которая реликтовая тоже. Поэтому хорошо, хорошечно. Вот только, к сожалению, мы сможем оттаскать из школы змеи. Там она на 41-го. Я не уверен, что до 41-го смогли прокачаться. А это у нас, друзья, мои местные трупы бродячих циркачей. Тут еще, кстати, где-то есть сундучок с этими самыми с кусками там от одного сета с ослиными ушами очки у меня есть осли уши и что-то еще там можно найти. Так, во-первых, кстати, да, где моя жаба? Она универсальная, интересно, жаба-то? Корова вот есть, что, кстати, она дает, я не очень пока знаю. Корову я нашел, вот Гюнтер. Интересно, что жабу я не нашел. Ну ладно. Как только у нас неприятности, ты валишь всю ответственность на меня. Как тогда в Мориборе, помнишь? Лапушка, не уходи от темы. Я могу помочь? Смотря чем. Ты кто такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Ты Велина Гава, ласочка. Для друзей. Ладно, Мэрин, успокойся. А ты? Говори. Чего хочешь? Побеседуем с глазу на глаз? Эвелине от меня нечего скрывать. А... А ты должен был помочь расставить скамейки. Срочно. Но... Ну ладно, так чего ты хочешь? Для тебя есть работа. Правда? Какого рода? анонимное выступление в одном аукционном доме. Без публики. Во награду всё, что унесёшь. Хм... Мы можем договориться. Видишь ли, у меня проблема. Дай угадаю, нужно убить чудовище. где-то где-то наверняка, но не здесь. Мне продолжать или будешь угадывать дальше? Понимаешь, один из наших артистов, Ван Соколиный глаз, потерял зрение. Напился какой-то дрянной севухи. Жаль его, конечно, но дело не в этом. Мы продали все билеты на наше выступление. Зрители ждут, так что или кто-то его заменит, или надо будет возвращать деньги. И всё бы ничего, да только мы их уже потратили. Ага, уже вижу, к чему всё идёт. Ну, тогда сразу к делу. Выступи здесь вместо ванна, и я тебе помогу. А что нужно делать? Скакать через пылающий обруч? Нет. Берёшь арбалет и стреляешь в цель. Ну, из арбалета я стреляю неплохо. Добро, я участвую. Прекрасно. Ну что, начинаем? Людям не терпится. Прямо сейчас, вот так, без репетиций? Да что тут упражняться? Тебе просто нужно выстрелить в цель. Ладно. Была не была. Начинаем. О, вот это мне нравится. Не боишься рисковать, да? Идём. А теперь, дамы и господа, гвоздь программы. Перед вами Геральт из Ривии. Победитель состязаний стрелков в Ангрене, Долблатана и Бендюге. Вау! Что, да я не... Тсс, Геральт, хватай арбалеты за дело? Ну вот, и вновь нам надо принимать участие в цирковых представлениях. Так, а куда ты целишься, дорогой мой Геральт? Стоп, надо наводиться, наверное, вот так вот, да. Первый готов? Да, конечно. Сумела бы. такое что замедление прям времени идет. Да, я крестьянин пришибный. Ну, на самом деле, ничего сложного. Так он его постоянно убирает почему-то. Ну вот и все. Все ведь? Да, все. Великолепный номер Геральта из Ривии завершает наше выступление. Благодарим вас за внимание. Жалко, что этот дядя не стрельнул в Эльфа. Вот был бы смерт. Слушай, я не верил, что переживу это. Славная работа, Геральт. Ну, одно выступление позади, когда следующее? Знаешь, дом травника неподалеку. Зайди и спроси у него вытяжку из кровавника. О, тайна. Обожаю тайны. До встречи, ведьмак. Ну, вот и хорошо. Вроде бы все дела. А, нет, еще не всем. Еще надо же, кстати, для гнома это самое, раздобыть. Во-первых, я же отвар сварил, чтобы он там отвлек стражу. Подсыпал, вернее. Мне надо сейчас будет узнать у стражников. короче, про поваренка, по-моему, да? И у нас, так, быстренько сейчас добежим до перемещения флажка. Да, надо поваренка самого отыскать и убедить его подсыпать, короче. Ну, хорошо. Все было бы действительно хорошо, если бы это все было побыстрее. Так, опять наденем плащ. Ибо Геральт красивее в плаще. Так, где он тут далеко? Аксенфурский порт. Ну, вроде не очень далеко. Такс. Здесь ночь ночная. А имеет ли значение, какое у нас сейчас это повар-то может там и не рыбачить? Или там да, там надо по времени, по-моему. сперва план сейчас надо сперва подслушать. Для этого нам придется обойти несколько патрулей, которые будут о нем наверное разговаривать каким-то образом. Так, уберем пока арбалет, ибо он прям лишний что-то какой-то на спине. Только я сажусь записывать, не только кошка ко мне приходит, а у меня все начинают соседи стучать еще. Ездить под домом стучать. Какая красота. Послушаем. Да, это те же самые. Тот самый Васлов, который не хотел нас пускать в этот самый дом Барсоди. Кому здесь через стенку можно послушать. Послушаем. А у этого Хорста Барсоди есть какая-нибудь дочка? А тебе то что? Ну ты подумай, затесаться в такую семью, как сыр в масле катался. Поверь мне, в семью Барсоди лучше не попадать. Почему это? Потому что одни их одни хлопоты. Ха, ничего интересного. так, и конечно же третий патруль естественно нам надо в три по всем традициям совершить действия, чтобы добраться до нужного. Охранник Пассифлоры Слушаем. Слушаем. А, сегодня на ужин должно быть рыбный суп будет. О, это уже ближе. А ты откуда знаешь? А я когда с утра шел через западные ворота видел Мартена на причале с уночкой? Не повара, сокровище. Я обраловаться на нехватку провизии. Сам нам жратло стоит. А то еще бы он не пихал чеснок в каждое блюдо. Причал недалеко от западных ворот. Больше вам не знать и не надо. Так, далеко ли эти западные ворота отсюда? Ну так вообще прилично через весь город. А так слава богу город небольшой, мне всегда нравится Аксенфурт посещать. Разработчики прям над ним поработали приятно. Братва тут с факелами ригантских ходят. Ну и по-моему друзья Майда сейчас в ночное время он там не рыбачит. Может будет до утра по медитейшн заняться медитацией. Так а где у нас здесь проход? Вот сюда пошло он там на бревне должен был сидеть на причале на пристане но никого здесь нету Ну можно помедитировать заодно восстановим наши всякие эликсиры зелья очень страшно торопиться нам вроде как некогда вот еще и костер для нас специально горит часть сейчас 9 10 плюс умение скорей ну окей же и вот он появился я кстати купил обратно да я ее сдал бошку от грифона я ее вендору сдал в купил ее обратно давайте попробуем поболтать здесь нам с эти акции потребуется ну как там плюет ну да плюет ну а ты чего у меня тут одна микстура заплачу тебе чтобы ты подлил ее в суп парням в гарнизоне когда я дам тебе знак ничего страшного им просто покажется что рыба была с душком это тебе будет дорого стоить дружок много ты хочешь слишком много может поможешь мне бескорыстно по доброте душевной да помогу по доброте жди сигнала и никому не гу-гу уразумел отлично друзья мои все последнее дело сделано теперь отправляемся навстречу в дом травника да там будем держать совет ну как держать совет подготовимся все обсудим и уже потом в следующей части отправимся на ограбление казалось бы да вроде бы приготовление чего здесь такого сколько времени занимает целую серию заняло хронометражу почти час мы с вами туда-сюда бегаем и это еще не все что я вам продемонстрировал есть несколько вариаций есть я повторюсь этот квест проходить так мы сейчас до быстренького перехода и отправляемся к дому травника друзья мои сейчас будет разговор мешать я вам не хочу поэтому попрощаюсь на этом очень надеюсь что вам все нравится нас впереди ожидает классный квест классный сейчас будет разговор поэтому посаживайтесь как говорится поудобнее ждите следующей серии флют был у микрофона оставляйте комментарии пальчики вверх ставьте до новых волнующих встреч всем большое пока вы барышня может быть свободны потому как я с недавних пор да да неужто быть не может кто же это мог упустить такую выгодную партию наконец все пора начинать этот налет дело серьезное так что если кто-то из вас сомневается пусть уходит сейчас пока еще можно наша цель аукционный дом барсоди конкретно сокровищница эвелина ты войдешь в башню как только пройдет патруль и спустишь нам веревку у нас будет не более пяти минут этого хватит более чем великолепно поднимаемся в башню оттуда в аукционный дом внутри никого не должно быть но если что у нас есть геральт и его мечи потом вниз в сокровищницу казимир взрывает дверь мы входим берем добычу и испаряемся через тайный ход у меня все у кого есть вопросы все выглядит прекрасно но что если что-то пойдет не по плану в этом случае каждый сам за себя вот так вот просто в этом ремесле нет места дружбе нам нужно опасаться еще каких-нибудь мер безопасности ловушек серебра если бы как-то смог это выяснить вы были бы мне не нужны так что поверьте я пытался еще вопросы добро беремся за работу нечего тянуть кота за яйца замечательно встретимся у ворот рядом с башней ровно в полночь и убедитесь что за вами не следят я дам сигнал повару в гарнизоль а что с масками рожа то у меня приметная оставь это мне да и еще если кто-нибудь из вас донесет стражи разболтает за пивом убит собственного если ты боишься что кто-нибудь выдаст тогда пойдем все вместе немедленно возражение кому-нибудь нужно еще время тогда пойдем не но не 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 Субтитры подогнал «Симон»